Три, две, одна, встал! Участники первой в России гонки на колясках – члены паралимпийской сборной страны по легкой атлетике. Вообще, эти спортсмены отмечают тренеры универсальные. Помимо всего прочего, они лыжники и биатлонисты. В данном случае одно другому не мешает. Подобные соревнования, да еще и на такой трассе, для них своеобразная проверка на прочность. И вообще побывать на Сочи-автодроме – в сердце проведения «Формулы-1» – мечта каждого атлета. Говорят сами, теперь уже гонщики. Коляски у спортсменов с инвалидностью специальные, модернизированные, куплены в Америке. Стоимость одного колеса – одна тысяча евро. В России пока такого производства нет. Войдя в вираж, участники разбивают скорость до 35 км в час. Без столкновений не обходится, но есть здесь и адреналин. Главная победа – не участие. Участие. Для них участие пока – доехать. То есть победа над собой. Да, если они дают, значит, они победили. Сложно. Но тренировку же они проезжают, но там все равно с остановками. А здесь они должны без остановки проехать 21 км. Понятно, что они должны не отстать. Первый – не отстать от испанца. И второй – разобраться с ним на финише. Возраст участников от 17 до 30 лет. На дистанцию они выходят в разных категориях. Позвонки в металлических скобах, повреждения шейного или грудного, отдела позвоночника, ампутанты, инвалиды с ДЦП. И это даже не все диагнозы спортсменов. Для кого-то лучшее время прохождения марафона – 43 минуты, а для кого – и 2 часа. Большой успех подчеркивает главный болельщик участников гонки – паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. Сегодня на этих соревнованиях он в роли председателя Всероссийского общества инвалидов и делает все, чтобы эти соревнования стали ежегодными. В числе членов команды здесь ждут и сочинцев с инвалидностью, для которых спорт стал частью жизни. Я просто рад тому, что в России на протяжении последних 10 лет кардинально изменилось отношение общества к развитию спорта. Да, оно недостаточно. Мы будем дальше работать над тем, чтобы изменилось. И Всероссийское общество инвалидов вместе с другими организациями будем делать так, чтобы семья, где есть ребенок с инвалидностью, не теряла надежду, что и в таком положении ребенок с инвалидностью может быть востребовано и обществом, и жить счастливой самостоятельной жизнью. В случае самостоятельной жизнью живут не только колясочники, но и все остальные категории людей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь этому способствует доступная среда курорта. Сегодня уже здесь проводится в пятый раз фестиваль пара-арт международный. Сейчас мы находимся на гонках на колясках. Завтра стартует международные игры Айваз, игры ампутантов. И это говорит о том, что город остается доступен. Все то, что сделано было для людей с ограниченными возможностями, это все поддерживается в рабочем состоянии. Разрядов в марафоне было два. В так называемом 53-54 победу среди мужчин одержал испанец Бателло Хименес Рафаэль. Он прошел дистанцию за 46 минут 19 секунд. Всего в секунде от него финишировал россиянин Виталий Гриценко, а третье место у Александра Гонцей. У женщин сильнейшей стала Наталья Кочерова. Во второй, 51-52 категории, первым финишировал немец Штефан Штребель. Тройку призеров замкнули россияне. Инга Габейша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.